всем привет всем привет ну тут я вот уже как бы вторая часть 2 видеоролик по арка линуксу значит я тут его под себя уже поднастроил ну практически все программы которые я хотел встали на плюс я проверил как работает программа таймшрифт вот можем посмотреть первый значит я сделал контрольный снимочек сам начале видеоролика первого там было совсем немножко программ тут уже много было чего поднастроена и я затем вернулся вот обратно на этот шаг назад все корректно как говорится откатилась назад и затем снова вернулся назад но только что вот вишенка у меня слетела с планка но я по новой запустил и закрепил на планке там еще пару значков а так практически восстановление прошло как говорится но полностью и нормально значит ну что я хочу сказать значит у каждого программа есть свои плюсы минусы значит какой минус я вижу у у таймшрифта первое я не вижу размер там в гигабайтах там мегабайтах созданного бэкапа это раз второе значит вот здесь вот в настройках так место я могу указать только значит раздел а конкретную папочку я допустим указать не могу вот как ни пытайся как говорится ничего там не получится понимаете да другое дело у кута 5 фс архивера его можно как говорится засандалить куда угодно на любой раздел там сделать любую папку и сохранить как говорится все данные единственное что значит это 5 фс архивер не любит он не любит он не любит русских букв поясню на примере вот значит если так вот посмотреть вот у меня например имеется значит другом разделе значит жесткого диска вот имеется здесь я могу сделать любую папочку здесь могу создать папочку куты 5 фс архивер дальше здесь могу сделать папочку с английским названием вот если я в папочке с русским названием решу что-нибудь создать то уже как говорится ничего не получится программа работать не будет но это особенности как говорится любви к русскому языку со стороны англоязычных дистрибутивов но тут ничего не никуда не денешься а таймшифт таймшифт она значит просто не спрашивая создает на том разделе где считает нужным свою папку и туда значит все это дело вкалачивает вот чем дело понимаете как вот допустим здесь вот смотрите я сделаю что вот я сейчас скопирую название куты 5 фс архивер к нему позже вернемся и допустим я решаю создать папку но допустим папка здесь не хочет да да ради бога откроем ее как рут какая нам разница откроем как корневую и здесь вот создадим папочку папочку значит вот я вставлю название заранее в нее нажмем значит enter вот папочка куты 5 фс архивер все она создана теперь значит еще раз вернемся вот еще к чему я сейчас пока программу таймшифт прикрою значит в менеджере в этом программу установка удаления программ я уже говорил значит что если вот пойти сюда значит пойти в настройки ну единичку заведем какая разница и пойдем вот в ауру видите как я его всегда подключаю и проверять обновление галочка отмечаю так вот посмотрите появляется две графы первые обычные репозитории и там программу qt 5 фс архивер днем с огнем не найдешь а здесь значит вот он ее находит ну давайте попробуем ее поставить вот заодно и посмотрим поставит она или нет программа то хорошая но тоже позволяет очень много чего делать ну дальше нажму я пишет там подготовка там идет да ради бога пускай идет пусть ага что-то ему там не понравилось ну-ка галочка я отмечу снова применить дальше ну пусть пока там подумает посмотрим тоже не всегда получается но вот на при помощи значит установки удаления программ я практически что поставил поставил team viewer 13 версии ведь последний на поставил виртуальную коробочку и extension pack тоже все работает все нормально дальше даже поставил вот alarm clock мой любимый здесь можно поставить как говорится звоночек на любой день недели любого года и так далее только не забывайте если вы делаете расписание такое то вот здесь вот значит сохранять список своих звоночков и тогда все будет нормально дальше значит поставил ватсап я уж не помню там через аурум я там его ставил или еще через что но тем не менее я его как говорится поставил вот пожалуйста значит это работает ватсап на поставил значит еще одно средство коммуникации ну сами понимаете значит это значит скайп скайп тоже работает вот все нормально на как говорится на акро линуксе и безо всяких там особых скажем так ползаний по консолю по консоли все ставится большинство программ ставится вот значит и из установщика программ это хорошо то есть пользователи могут тут как говорится подобрать себе много чего ну не все конечно там программы я бы так скажу возьмут и поставится ну допустим варите слайдшоу слайдшоу не поставится искал я ее по поиску значит не нашел и в ауруме тоже не нашел не ставится она и все хоть ты тресни ну и что сделать ну вот может быть qt5 фс архивер тоже там не поставится ну скажем так небольшая беда но программа то сама значит надежно работает вот чем дело ну сейчас еще раз базу попробуем обновить может быть что-нибудь там еще появится жалко конечно что qt5 фс архивер не захотел вставиться хорошая программулина ну опять таки ну не ставится он на арч линукс линукс минт допустим цинамони сделали загрузочную флешку где уже там все стоит у вас фс архивер тоже стоит и прямо с флешки можно как говорится оперировать выключить компьютер стартовать с флешки и сделать qt5 фс архивером копию практически любого раздела жесткого диска и сохранить там где как говорится вы захотите по вашему желанию нет не хочет он это самое как говорится запускаться и работать ну ничего страшного как говорится ну бывает и такое ну вообще и целом значит очень много программ стало очень здесь кстати хорошо на некоторых линуксах перестал работать переключатель обоев здесь переключатель обоев посмотрите как работает взял он нажал пожалуйста все все путем закрыл его у вас новая обоинка осталась на надо там допустим снова переключатель обоев включить там что-нибудь хотите поискать а кто вам мешает ну там какая-то туманная сандромеда там посмотрели там вон собачка симпатичная то есть здесь можно как говорится на свой вкус и цвет много чего это самое подобрать вот второй вариант значит вот еще как бы скажу вам можно значит во время значит там работы у вас стали появляются какие-нибудь там снимки вы берете вот так и копируете в избранное вот а затем идете в параметры вот папочка избранная и открываете эту папочку она уже вон внизу у вас открывается вон видите вон тоже здесь но это то что было в избранном вон какая симпатичная обоинка вот то есть можно выбрать любой рисуночек ну допустим вот этот тоже симпатичный вон какие тут статуи стоят вот вот тоже красивый вид пожалуйста и все значит нажимаете на выход делаете все это как говорится обоями рабочего стола да и делов то то есть очень многие программы очень работают хорошо ну у коночек иногда там на очень светлых на светлых обоях бывает видны контуры рамки пытался я тут это самоисправить но не получается и хотя у меня тут язык выставлен основной русский а вот здесь вот он мне все дает по-английски хотя я тут уже ползал в языки смотрел потому что на минте этого нет вот там если допустим заходишь язык вот у меня стоит язык интерфейс там даты и так далее время вот должно быть на русском языке а ку-ку вот не хочет он это самое нажимал я на применить и заводил сюда это самое там единичку эту вот ну все равно как видите вон на оконочках время там это самое и дату видим на английском языке ну собственно говоря ну для меня это вообще как говорится не проблема вот ну а для любителей Arch Linux Arca Linux ну я тоже думаю не шибко это большая проблема флажки значит стран встали нормально вот пожалуйста видны нормально Dropbox подключился нормально установился через Aurum по-моему значит Skype тоже ставил через Aurum но главное это в том что вот программы коммуникации вот они встали вот Skype вот Dropbox вот WhatsApp и все они работают и замечательно работают ну где-то Google Chrome есть Chromium ну в Chromium опять-таки все мои значит расширения которые нравились мне вот они поставились вот блокиратор там рекламы там встал ну вот есть еще это недавно мне посоветовали вот это вот поставить усилитель звука тут можно на 600 процентов звук увеличивать вот называется Volume Master так что все мои папочки тоже синхронизировались с Google Chrome через Chromium ну а те разговоры что он очень мало кушает но я бы не сказал вот посмотрите в принципе ну что вот допустим здесь ничего толком вы не увидите да давайте я вам покажу значит выбрать область захвата сделать снимок ну давайте вот так вот где-нибудь я так вот сделаю снимочек а куда в избранное да ради бога в избранное пойдем в избранное сейчас ой в изображение по моему так давайте посмотрим так это по моему simple screen recorder а ну да он у нас работает x40 Chromium значит здесь опять таки simple screen recorder на cinnamon 7% skype вот skype 5 6% по моему есть дважды тут получается что skype порядка там 12% забирает вот поэтому в принципе если skype вам особенно не нужен вы можете вот просто выйти из skype и тогда у вас уже будет самая меньше нагрузка на оперативную память но все равно она есть я не сравнил с google chrome конечно но в принципе не думаю что там разница будет очень уж значительная для меня так сказать этой разницы вообще никакой не вижу просто я еще раз хочу подчеркнуть и вот посмотрите видите дрожания мелькания нет потому что мы сделали прививочку потому что мы подсадили файлик из моей кладовочки мы его взяли и подсадили в нужное место вот и делается вот оно видите ничего никакого мелькешения там не дрожания ничего понравился пейзаж вот мы сейчас смотрим раз его в избранное он улетел туда потом всегда в любое время достану как говорится поставлю его рабочим столом себе то есть гибкая хорошая добротная система ну большинство практически программ необходимых пользователю ставится и ставится нормально и таймшифт делает хорошие откаты ну что ну жалко что допустим не поставился Qt5 фс архивер ну и что из этого мировую трагедию делает да не в коем случае вот а по надежности что скажу ну хорошая стабильная система ну я во первых сам по себе люблю рабочий стол цинамон а здесь у меня как говорится знакомость среда я как рыба в воде большинство программ практически встало без особых проблем даже вон настройщик меню загрузки тут это самое встал я вообще это самое даже ну понимаете когда есть общий принцип это уже не страшно вот поэтому значит ставится значит арчик легко значит а вот еще хочу вам сказать пока тут он будет грузиться так где мой видеоролик этот ну давайте я сейчас его включу значит под видеороликом значит вы найдете откуда скачать рабочий стол который вам нравится сборок делать не буду а вот посмотрите вот я дал ссылку качайте рабочие столы на свой вкус потому что у меня рабочий стол ценамон а вот теперь посмотрите сюда мы идем по этой ссылке и вот вам рабочие столы ценамон ценамон эбисон bspwm badgi gnome i3 mate openbox вот i3 и openbox очень легкие рабочие столы для старых компьютеров x-phase plasma кеды вот берете и качаете как элементарно вот ну ценамон я уже скачивал а вот сделали еще совсем последнюю версию ценамона вон 7 часов назад только выложили открываете и вот так вот здесь смотрите вот 91 20 так за 14 буквально сегодня еще выложили как говорится под утречка вот а эта версия была за 10 ну вот самую свежую версию вот так вот нажали и значит сейчас вот прогонится этот самый время старта и он предложит вам сохранить как говорится где там вы хотите вот я уже сохранять просто не буду а так значит вот смотрите 10 рабочих столов это уже вам как говорится не фунт изюм вот выбрать можете любой здесь можете смотреть популярности оказалось популярными очень рабочие столы кеды хотя linux mint уже вот в 19 версии отказался от кедов посмотрите он 232 кеды у них скачивание занимает седьмого так 10 июля последняя версия была выложена тоже совсем недавно там ну сколько там четыре дня вот берете качаете под себя настраиваете то есть я не несмотря на то что я люблю цинамон я вас на нем не зацикливаю накачайте любой рабочий стол пробуйте чем больше вы их попробуете тем больше у вас будет выбор вкус появится поймете что вам больше нравится что не нравится ну вот меню загрузки допустим я вот здесь вот сейчас уберу тест памяти я им вообще никогда в жизни не пользовался не вижу там особой нужды в нем я допустим вот хочу поставить на первое место linux min все таки 18 свой arch linux и с его дополнительными параметрами значит подвинуть пониже ну как ну вот вот я иду опускаюсь еще чуть пониже и еще разочек пониже то есть она должна как бы вот так вот выскочить он сюда должен ну и теперь дополнительные параметры тоже вот эту вот папочку я тоже значит сейчас начну двигать вниз то есть я хочу чтобы у меня в меню загрузки появлялась значит вот в таком виде в начале линукс минт дополнительные параметры папочка затем арка линукс с его папочкой дополнительные параметры и затем винда значит здесь я смотрю здесь вот я указываю линукс минт все ну 10 секунд вполне достаточно дальше я значит в принципе могу оставить параметры загрузки такими же ладно ничего страшного вот перескакиваю снова на эту вкладочку нажимаю на сохранить тут он будет там сохраняет там все это дело делаете ну и пускай все сохраняет вот посмотрите вот я пробовал редактировать файл иконочки ну вот контур остаются не сливается он полностью с экраном нет такого чтобы вот как в минте так сказать полностью сливался с рабочим столом ну со временем может быть кто-нибудь мне подскажет может я сам на что-нибудь наткнусь и эта проблема решится ну где-то процентов на 90 на 95 практически все самые необходимые программы работают три броузера значит ну Firefox я значит просто убрал не часто пользуюсь хотя вот она есть есть Chromium есть еще Vivaldi ну куда уж там больше средства коммуникации значит TeamUr Skype WhatsApp есть есть ну поставьте еще пиджин у вас там вообще их тогда будет куча этих средств коммуникации вот офис стоит стоит хороший стоит дальше значит ну побегайте посмотрите тут у нас то чего есть в принципе разработчики скажем так не поскупились и достаточно вложили хороших программ туда ну вот пишет что ему что-то там не нравится ошибку он нашел в сохранении конфигурации да ради бога ну-ка еще раз глянем что-то мне понравилось ну что мы просто поменяли местами ну чего что за глупости такие ну даже если здесь что-то не будет получаться я заскочу на Linux Минсонамон через него там это самое менюшку подправлю не столь страшно вот ну естественно когда приобретете вот уже необходимый опыт там будете по разным там форумам ползать и так далее вот появится необходимый опыт у вас как какую программу поставить наилучшим образом где искать что наиболее стабильно по вашему мнению и прочее и смею вас уверить что не так страшно Arch Linux как многие там себе представляют что он только там для продвинутых пользователей я всегда говорил что когда будет сделан красивый нормальный графический установщик Arch Linux вот на него очень много людей перейдет и скажу еще вот одну такую вещь есть значит вот такая программулина значит она стоит на MX 17 Linux называется она изо снапшот программа которая позволяет делать снимки в формате изо текущего состояния операционной системы вот если карточку еще такую штуку приделают ну что ну все тогда он будет как говорится вне всякой конкуренции и нормально все будет как говорится вообще потому что ну если еще можно будет создавать будет там свои изообразы то пользователи чаще будет делиться обмениваться будет более интенсивно идти развитие и так далее то есть практически поймите что ну нормально будет все ну я вообще никаких там собственно препятствий вообще не вижу вот так что возможность у вас для творчества и для того чтобы попробовать ради бога ну только всегда не забывайте значит свои старые операционные системы делайте и там пока понадежные скидывать их на внешний жесткий диск вот чтобы не было потом ой ой я вот затер жесткий диск такие возражения даже не принимаются это говорит просто о неграмотности человека собрался что-то делать должен быть обязательно внешний жесткий диск на 500 гигабайт или на терабайт что на него можно было скинуть по крайней мере там свои операционные системы и в случае чего всегда их можно было восстановить будь то винда будь то линукс там что угодно вот таким вот образом ну ладно значит просто вот я вам сейчас показал что вот буквально там поработав немножечко там со своими настройками вы всегда можете сделать ну скажем так конфетку вот я допустим сейчас хочу выбрать какой-нибудь себе тут ну вот этот мне понравился интересная фактура в рисунках вот если я хочу сохранить до конца сессии вот эти обоинки я просто вот ухожу из программы варите и все и до перезагрузки он у меня как говорится рабочий стул будет оставаться вот в таком виде а вот пускай мне в таком виде он и будет он мне нравится нету этих контуров уконочек вот все четко как говорится сколько расходуется там тут можно посмотреть на скидку там несколько программ на которые больше всего забирается то есть все ясно все понятно и видно вот поэтому для любителей скажем так с руками и с головой которые хотя бы минимальный какой-то там опыт имеет уже скажем так с линуксом вот пожалуйста значит не нужно бояться арч это хорошая штука вот поэтому рекомендую особенности я уже говорил в первом видеоролике что система основана на на самообновлении то есть никаких версий тут не надо семнадцатый восемнадцатый девятнадцатый двадцатый система там работайте посмотрели вот это вот зубчатый колесико стало красным нажали на него обновились но перед этим сделали значит таймшифтом копию вот у меня допустим я тут сейчас сегодня несколько программ поставил ну что ну сейчас вот копию ему зарядим пусть он ее ставит вот создать пусть создает не знаю будет он тут по типу инкремента работать или нет первая копия создавалась вообще там минут шесть вот пускай ради бога создает себе без разницы вот поставил клавиатуру он борт хорошая клавиатура значит вот если здесь вот написать он борт сейчас в этом окошечке я просто хочу вам показать некоторые настройки этой клавиатуры ну-ка показывать что-то ничего показывать не хочет что-ли ну-ка еще разочек вот это вот собственно сама клавиатура она закрепляется там ее можно закрепить и здесь и на верхней панели где угодно это а вот это вот ее настройки вот если здесь покопаться там можно там и шрифты там поменять намного чего вот допустим я здесь вот показывать плавающий значок при свернутом анборд вот этот плавающий значок нажал на него анборд появилась свернул я его вот значок появился окно значит ну можно закрепить там прозрачность можно сделать защита там раскладка самые разные значит вот сейчас покажу вот такая раскладка ну меня она абсолютно как-то там не вдохновляет телефон тоже как-то не фонтан а вот это вот F1 и F2 тут клавиши видно ну видно что такая развернутая раскладка компактная раскладка есть значит вот так она выглядит можете вот такой вариант взять есть еще и эргономичная клавиатура что они под этим имеют ввиду не знаю ну я лично себе оно вот так вот я себе выбрал вот такое меня это в принципе вполне устраивает тема ну тут как говорится в саду левогороди вот смотрите надо вам такое берете вот такое то есть выбор вот на любой вкус как говорится и цвет ну мне вот такая вот как-то устраивает хотя в принципе и вот такая вот неплохая есть у них тут вообще цветастые как попугайчики вон вот такая вот посмотрите поползайте там по каждому параграфу там поглядите можете так себе настроить экранную клавиатуру что любо-дорого будет посмотреть ну вот вот таким вот образом взяли ее свернули вон она у вас тут сидит как говорится никому не мешает так что дерзайте я вам это дело как говорится рекомендую штука хорошая значит как все это дело делается вот для всех своих экспериментов желательно выделить раздел на жестком диске размером от 30 там ну лучше всего до 50 гигабайт и вообще для тестирования просто в этот один раздел все сливать не делать отдельно корневой раздел там домашнюю папку а первый раз скажем на попроб чтобы погонять откатать систему что она себя представляет и будете дальше с ней заниматься то сливаете все в один раздел все вот там значит запустились работаете присматривайтесь там ставите программы там удаляете проверяет там что как ну вот если понравилось тогда уже можно сделать и корневой раздел создать и домашний раздел создать там к свопу подключить все это дело и нормально все будет так что авторы значит программы арка линукс сделали хорошую штуку особенно там кучу рабочих столов прежнее название программы было арч мерч у меня по нему были видеоролики вот ну сейчас вот они решили изменить название вот ну ладно вот такие вот маленькие новости по арка линуксу так что желаю вам всяческих успехов и до новых встреч вот видите никакого тиринга мельтешения нету так что прививочка работает стабильно и нормально как сделать прививочку можно взять из моего видеоролика вот из этого вроде бы казалось бы ну что там ценамон а принцип то они же и в африке одни и те же вот идете на на видеоролик вот на этот знаменитый на мой его уже вон 58 тысяч просмотров было людям очевидно понравился и значит вот здесь вот шоу мо или показать больше нажимаете и вот здесь пожалуйста значит посмотрите вот что такое тиринг и как он лечится и все то что как говорится если у вас он есть оно все то же самое можно применять и на арчике скачать с моей кладовочки два файлика один открыть смотреть как справочное руководство куда идти а второй из папочки скопировать файлик и положить его в нужное место потом перезагрузить компьютер и будет вам счастье тиринг частенько вот по моему опыту бывает на компьютерах с интеловским процессором ну у кого то может быть там по другому смотрите сами вот я просто даже не буду отдельно делать там ничего такого вот зашли посмотрели и как говорится увидели ну ладно всего доброго желаем всяческих успехов и удачи и до новых встреч до новых встреч